Всем привет! Меня зовут Настя. В последнее время я заметила, что многие блогеры снимают видео на тему, какие жанры мне нравятся, каким книгам мне тянется рука, и вообще о своих различных читательских заморочках. Мне очень интересно смотреть подобные видео, поэтому я решила, почему бы не снять самой. Так что, если вам интересно, то продолжите смотреть. Хочу начать я с жанров, которые мне не очень нравятся, залы, с которыми я всегда обхожу в книжных магазинах, ну или разделы в интернет-магазине. Для себя я выделила пять основных. И первый — это детективы. Для себя я выделяю только нескольких писателей книг и такого жанра, у которых я люблю читать. Первый — это Артур Конан Дойль, которого я обожаю с детства. Второй — это Агата Кристи. И третий — это детективы японских писателей. В принципе, сюда можно отнести и Бориса Кунина с его Фондориным. Но я читала эти книги, когда была в старшей школе, и тогда мне очень сильно это нравилось. Но сейчас сомневаюсь, что мне было бы интересно. Ну, в принципе, четвертым пунктом можно отнести. Все же остальное меня совершенно не интересует. То есть эти огромные залы в книжных магазинах с кучей детективов мне совершенно не интересны. В особенности я точно знаю, что никогда в жизни я не куплю детективы Донцовой, потому что когда-то один раз я взяла одну из нее книг в библиотеке, мне просто было интересно, что же в них люди находят, почему они так часто их берут. Я помню, что я прочитала буквально несколько первых листов, и на следующий день я отнесла эту книгу в библиотеку, потому что мне совершенно не понравилось, и читать это я не хотела. Второй жанр, которому у меня не тянется рука, последние уже, наверное, лет 7 или 8, это фэнтези и фантастика, за редкими исключениями. В основном сейчас она кажется мне скучной, она не занимает мое воображение, и я понимаю, что если бы лет 10 назад эти книги попали бы ко мне в руки, я бы с удовольствием их прочитала. Единственное, что мне понравилось в последнее время, это «Дозоры» Лукьяненко, это если говорить о фэнтези, и если говорить о фантастике, то это Станислав Лем. Еще бы я с удовольствием прочитала советских писателей-фантастов, Беляева и Ефремова. Вот эти два автора, к ним у меня любовь, я думаю, не охладеет никогда. Следующий жанр, который я обхожу стороной в книжных магазинах, это современная литература, причем как наша, так и зарубежная. В этом случае тоже есть свои исключения, периодически я покупаю такую литературу, читаю ее, и иногда она мне даже нравится. Но по большей части я беру такие книги, просто пролистываю несколько страниц, читаю любой первый попавшийся абзац, и понимаю, что это не мое. Плюс есть еще такой факт в современной литературе, что в ней очень много жаргона и мата. Есть, конечно, такие классические авторы, как Чарльз Буковский. У меня была одна его книга, и это был практически мат-перемат. Я не люблю такую речь ни в жизни, ни уж тем более в книге, и не хочу такое читать. Поэтому, да, это один из таких пунктов, который дополнительно отталкивает меня от этого жанра. Следующий жанр, четвертый, думаю, очень многим знаком, это саморазвивающая литература. Но не вся целиком, а именно определенный ее сегмент. Это книги типа «Как стать успешнее», «Как стать богаче», «Счастливее» и так далее, и тому подобное. Лично я считаю, что это книги ни о чем, и это просто выбрасывание денег на ветер. У меня было две подобные когда-то книги, которые я купила с чистого интереса, плюс еще была скидка на Азоне. Я совершенно не помню, кто автор, но помню, что первая, кажется, называлась «Тайна», а вторая «Счастье», как-то так. Самое забавное в этих книгах было то, что когда я их читала, в принципе, было интересно и даже как-то вдохновляюще, но после того, как я заканчивала чтение, я понимала, что все, вдохновение ушло, и что книга, по сути, это одна сплошная вода, там не было ничего полезного и интересного. В общем, после этого печального опыта я зареклась покупать подобные книги и обхожу их далеко-далеко стороной в книжном магазине. И последний, пятый жанр, возможно, кого-то очень сильно удивит, но это поэзия. Если, например, одни и те же мысли запишут в виде прозы и в виде поэзии и скажут «Настя, выбирай», то я по-любому выберу прозу, потому что именно она больше всего трогает мою душу и мое сердце. Стихотворная форма почему-то никогда меня не прельщала и всегда более тяжело читалась и понималась. Вот из всех пяти сегодня перечисленных жанров это, наверное, единственный, к которому у меня, скорее всего, вообще никогда не потянется рука. Только, наверное, в том случае, если у меня отберут вообще все книги, я не знаю, я буду на неопитаемом острове, и там буду где-нибудь там зарыты, как клад, только книги со стихами. Это, наверное, единственный случай, когда я действительно возьму их и прочитаю. В остальных же всех случаях нет-нет-нет. Даже если у меня не будет возможности покупать какие-то новые книги, я все равно буду перечитывать в прозе те, которые у меня уже имеются. Хотя и здесь есть свои исключения, как видите, всегда они есть, без них никуда. Я бы с удовольствием перечитала Пушкина. У него, конечно же, есть и проза, и стихотворные формы, но тем не менее, вот конкретно у него я бы хотела перечитать все вообще, и все то, что читала в детстве и в школе. Ну а теперь переходим ко второй части видео, в которой я хочу рассказать немножко о своих читательских привычках, о том, что мне не нравится. И здесь хочу отметить, что я не люблю, скажем так, какое-то неаккуратное, неосторожное обращение с книгой. В особенности не люблю, когда книгу берут и вот так вот разгинают, там как-то вот, не знаю, переплет как-то, проминают. В особенности терпеть этого не могу в книжных магазинах. То есть несколько раз я уже такое увидела, что человек подходит к книжной полке, берет книгу, открывает ее, вот так вот разгинает, тщательно вот так вот, каждые там буквально два листа, почитает, все, закрывает книгу, кладет ее обратно, идет себе дальше, то есть он ее не покупает. И вот из-за этого я всегда, если иду в книжный магазин, то я стараюсь взять те книги, которые лежат на втором ряду, находятся, потому что они не разогнуты, как я их называю, потому что вот такое вот обращение с переплетом я не понимаю и неприемлемо. Также я думаю, к этому можно отнести всякое загибание уголков вместо использования закладки, написание чего-либо на страницах или рисование, я сама такого никогда не делала, и в этом плане меня всегда удручали школьные библиотечные книги, потому что они обычно были все изрисованы, списаны, в том числе нехорошими словами. Второй, наверное, факт, это то, что я люблю читать книги в тишине, но при этом здесь есть такая забавная вещь, что я могу читать книгу на фоне работающего телевизора, например, когда я нахожусь у бабушки в гостях. Во всех же остальных случаях, когда я нахожусь в общественном транспорте или на передома, у соседей переговорит музыка, то все, я больше не могу сосредоточиться на книге, я начинаю, соответственно, невольно слушать музыку, слушать разговоры, если кто-то рядом со мной в метро разговаривает, и все, на книге сосредоточиться невозможно, я начинаю читать один и тот же абзац несколько раз, никак не могу перейти дальше, и все это тоже иногда немножко раздражает. И третий факт, наверное, который я сейчас вспомяну, относится к различным аннотациям, которые приводят иногда издатели перед произведением, а также различные обзоры и вообще спойлеры. Я не люблю все это дело, и в особенности я не люблю аннотации просто к обычным художественным произведениям, потому что если говорить о документальном, как, например, биографии или мемуары, то там как раз-таки какое-то предисловие бывает очень полезно, потому что оно вкратце рассказывает о том, что вы там дальше найдете, и как-то подготавливает к чтению. Но если мы говорим о художественном произведении, то здесь все намного сложнее очень часто. Можно увидеть большие, огромные просто спойлеры в аннотации. То же самое касается и рецензии, именно поэтому я обычно читаю книгу, а потом уже иду там на LiveLeap или какие-то другие ресурсы, чтобы почитать отзывы других читателей. Ну что ж, в целом получилось 8 причин, по которым я не буду покупать какую-либо книгу или что-либо не буду делать или читать. Надеюсь, что вам понравилось и до встречи в следующем видео.